Кем были потомки Пушкина? Какими были его детства и юность? Кто был его первой любовью? На эти и другие вопросы в рамках литературно-музыкальной гостиной «С днём рождения Александра Сергеевич» ребятам ответили сотрудники детской библиотеки. Мы будем говорить о детстве Пушкина от рождения до периода поступления в лицей. Я думаю, что всем будет интересно узнать вот эти какие-то моменты, странички из его жизни. Встреча приурочена к 222-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для посетителей подготовили интерактивную историческую программу по мотивам повести Елены Егоровой «Детство Александра Пушкина», в которой посетителям рассказали интересные и малоизвестные факты из жизни поэта. Это возможность для ребят выйти, вы знаете, за какие-то рамки школьной программы, потому что интересные факты, которые сегодня прозвучали из жизни Пушкина, они, возможно, не прочитают, а скорее всего, не прочитают в учебниках. Вы знаете, некоторые факты мы сами для себя открывали впервые, и поэтому действительно такие встречи нужны. Особую атмосферу историям добавили стихи и музыкальные номера в исполнении воспитанников детской школы искусств. Дарью Крыловой заинтересовал необычный формат встречи. По мнению девушки, такие мероприятия дарят заряд положительных эмоций и надолго остаются в памяти. Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, писатель. Он нес огромный вклад в русский язык, литературу. Потомки до сих пор читают его и помнят. Самое активное участие во встречу приняли постоянные читатели библиотеки. Ребята внимательно слушали рассказ организаторов и задавали им интересные вопросы, чтобы узнать для себя что-то новое. Узнал, что у Пушкина были родственники из Африки, что у Петра Первого был свой арабчонок, и что у этого арабчонка было 19 братьев. В этом году библиотекари готовят программы, приуроченные к памятной дате, и организуют встречи, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.